Доброе утро! Да что ж ты так орёшь? А что, головка бубок? А кто вчера говорил, что свою меру знает и плохо не будет? Не я. А кто? Я. Могла сразу догадаться. Но что вчера было? Не помню. Смотрим фотки. Так, сидите вдвоём с подругой, пьёте винишко. Идёте в магазин за добавкой? Это я предложила. Само собой. Видео, где орёте под лободу. Так, а куда это мы едем? В караоке. Кто предложил, я даже не спрашиваю. А это что, вискарь? На него акция была. Да кто ж винишко с вискарём мешает? Я. Ладно, смотрим дальше. А это что за чувак? Вчера познакомились. Вроде симпатичный. Да? Смотри. Было что с ним? Нет. Да я не тебя спрашиваю. Да нет, я ж не настолько ебанутая. Ладно, обещай, что больше никогда не будешь пить. Да. А потом всё равно будешь. Да. Так, я ухожу. А я тебя никогда не брошу. Завтра выходной, и я переделаю кучу дел. Это ты сожрал мои конфеты? О, пицца по промокоду. Где моя пицца? Что ж, это было неплохо. Не, я сегодня не могу, занята. Да, я овощи, но мне плевать. Шука. Свет, когда это закончится? Алкоголь закончится, тусовка закончится. Пойду хоть тортик возьму. Сиди. Почему? У них до торта дело не дойдёт. Вот так в холодильнике и останется. А я видела, что его на стол поставили. Тогда капец, прольют на него что-нибудь и выкинут. Там что, кто-то идёт к нам? Вот они, девочки мои, сидят. Девчонки, ваша мамка напилась. Марин, ну что ты такое говоришь? Они, может быть, даже не поняли. Ага, особенно Света. Ты на её свадьбе уже скоро гулять будешь. У кого тут свадьба? Ах, это свадьба, свадьба, свадьба. Валера, твою мать, ты же за гитарой шёл? Да я это самое к девкам зарулил. Свет, может с нами маханёшь? Валера, не смей спаивать детей. Да они, ёпт, лучше нас уже все знают. Ничего они не знают. Девки, вы мне тут. Нет, самое. Молодые люди, у нас там бокалы пустуют. Ну так, ёпт, я сейчас. Свет, тебе наливать? Ну чё, дочь, может правда маханёшь? Лучше дома с папкой, чем по подъездам. Да идите уже оба. Упать охота. Слышала, они за гитарой пошли. Сейчас два раза изгиб гитарой жёлтой, потом чё-то про шашку казака и лакернут конём. И можно спать? Да, но иногда будешь просыпаться от очередного коня. Вот чего ты на него наорала? Потому что он козёл. Ты же знаешь, что это неправда. Правда. Ты просто психанула. Я психанула, потому что он козёл. Ты психанула, потому что ты женщина, и тебе надо было психануть. Возможно. В итоге вы поссорились на ровном месте и теперь не разговариваете. Ненавижу, когда ты права. Так что теперь тебе надо перед ним извиниться. Не-а. Блин, ну почти получилось же. Ты там что, извиняться надумала? Ну я же не права. И что? У тебя есть гордость? О, он сам пишет. Не отвечай сразу. Пусть думает, что тебе всё равно. Он хочет помириться. Вот и помирись. Сейчас. Игнорируй. Просто извинись, и всё будет хорошо. Ты будешь выглядеть глупо. Не глупо, а адекватно. Он звонит. Свалили все нафиг. Ну что? Я опять психанула, и мы разосрались ещё больше. Молодец, подруга. Привет, рад тебя видеть. Привет. Ну что за мужики пошли? Даже цветочка какого захудал его не принёс. Нормально доехала? Да, быстро на метро добралась. На метро, понял? Нормальный мужик бы на машине за ней заехал. Или такси девушке вызвал. Ты проголодалась? Здесь очень хорошая кухня. Сейчас посмотрим. Да уж, по ценам всё видно. На вокзале столовки и то дороже. Жматяра. Возьмём мне надо. Ты какое предпочитаешь? Ты чё, алкашкой её считаешь? Мы сивуху всякую не пьём. О, ты на гриджо? Давай возьмём вот это. Расскажи мне о себе. Чем ты занимаешься? Я работаю в маркетинге. А чё это он всё тебя расспрашивает? Хочу прощупать, как за твой счёт прожить? Давай на него переключайся. А ты где работаешь? Я руководитель отдела в банке. Подожди, сейчас придумаю, к чему придраться. И как? Интересная работа? Придумала. Что ж мы такие богатые, успешные, девушку в забегаловку тащим? Лучше я отойду руки помыть. Хорошо. Ты чё меня не слушаешь? Сидишь ему тут улыбаешься? Да потому что все, кого я за тебя отшила, сейчас женаты, обеспечены и успешны. Так что завали хлебала. Браво. Ты чё делаешь? Работаю. Да ладно, по-любому в контакте сидишь и в миматься залипаешь. Нет, я правда работаю. Совсем от рук отбилась. Мне некогда, надо ещё за продуктами сходить и ужин приготовить. Ты что, больше не любишь страдать хернёй? Я же сказала, мне некогда. Ну давай сериальчик глянем. Нет. Одну серию? Нет. Ну хоть в инсте видосики про ногти посмотри. Отвали, а? Хотя бы просто полистай ленту. Не буду. Иногда мне кажется, что я тебе совсем не нужна. В общем, так и есть. Да как ты смеешь? Я была с тобой на твоём первом в жизни свидании, когда ты впервые решила накраситься, когда ты сделала химическую завивку. За последнее я тебя до сих пор придушить хочу. Да, выглядела ты трешова. Зато со мной весело. Но потом я обычно думаю, нафига я это сделала? Так что заткнись. Ничего, дождусь твоих месячных. Это будет моё время. Светлана, для начала расскажите немного о себе. Так, что говорить? Что ты любишь орать с мемасиков? Спишь голенькая? Однажды постригла себе ресницы. Я закончила МГУ. У меня более 7 лет опыта работы и несколько успешно реализованных проектов. Да, именно это я имела в виду. Назовите ваши сильные стороны. Ээээ... Ты можешь сожрать ведро острых крыльев в один присест. Профессионализм, доброжелательность, активность. Теперь про ваши слабые стороны. Ненавижу этот вопрос. Ну скажи про крылья сейчас. Я бываю слишком требовательна к себе и к окружающим. Как же охренительно ты врёшь. Почему вы ушли с предыдущего места работы? Потому что там одни гандоны. Мне захотелось развиваться в профессии дальше. А кем вы видите себя через 5 лет? Феи Винкс. Надеюсь, я буду работать в вашей организации, но на более ответственной должности. Что ж, вопросов больше нет. Вы готовы с понедельника приступить к работе? Блин, а то что, мы больше не сможем спать до обеда, да? Тогда ждём вас в понедельник. Слушай, ну вроде норм прошло. Что бы ты без меня делала? Да иди ты в жопу. Я смотрю, у нас новый парень. Да мы только начали встречаться. И какая у него фамилия? Петров. Светлана Петрова. Звучит. Ну хватит. А чем он занимается? Он переводчик с французского языка. Боже, он сделает тебе предложение в Париже. Перестань, у нас всё только начинается. Как думаешь, ваша свадьба будет в стиле старого Голливуда? Ну это уже совсем бред. Почему? Потому что наша свадьба будет в стиле Гарри Поттера. О, он пишет. Чё пишет? Привет, как твои дела? Со смайликом? Без. Всё. Ваши отношения зашли в тупик. Да ладно, ничего страшного. Спроси, как дела у него, и если ответит без смайлика, всё. Прощай, Париж и свадьба в Шотландии. Пока не отвечает. Это конец. Ты умрёшь одна. Я не хочу умирать одна. Всё, мужики, от тебя шарахаются. Пора оставить статус, всё сложно. Но мне же не 13 и сейчас не 2009. Он ответил со смайликом. А ваших детей будут звать Дима и Полина. Знаешь, иногда мне кажется, что ты слишком ебанутая. Блин, какие в инстаграме все девчонки красивые. Это потому что они работают над собой. Но я как бы тоже. Да? Что ты ела вчера на ужин? Ужин? То, что ты жрёшь ночью в кровати под сериальчик. Ой, ну там по мелочи. Чипсы, печенье, шоколадное молоко. И... Потом пошла на кухню и втрепала борща. И касательно винишка. Святое не трожь. Алкоголь очень вреден для здоровья и красоты. Да я редко пью. Ты на винишка тратишь больше денег, чем на еду. Нет. Ты можешь точно сказать, сколько бутылок вина сейчас у тебя в холодильнике? Да откуда мне знать? Две бутылки сухого белого и полторы красного полусладкого. Сколько ты сейчас весишь? Ха-ха-ха. Нет. Раз не хочешь говорить, значит много. Я, между прочим, всё ещё влезаю в вещи, которые носила в школе. В какие? Ну там, перчатки, шарфик ещё остался. Понятно. Что, начинаем худеть? Ну да. Меня что-то пропустило? Свет, пойди сюда. Чего? Мы тут у тебя ВКонтакте кое-что прочитали. Что? Вы читали мои переписки? Это нарушение личного пространства? Вы не имели права... Тихо! Это только в американских фильмах канает. Значит, чат-тусовка у Светы. Вы были не против, если пока вы на даче, ко мне зайдёт пара подруг. Участники чата. 28 человек. Но это же не значит, что они все были тут. 28 сообщений от разных людей классно потусили. Это про то, как мы гуляли на улице. Вызываем свидетеля. Мелкая! Что? Была тут толпа мелких засранцев? Нет. Отец, доченька, на выходных к Свете приходили друзья? А, это да. То есть нет. Уже свидетельство наказуемо. Три дня без телека. Это ерунда. Светка бы мне что-то похуже устроила. Переходим к главному. Цитата. Если что, у меня есть. Отец, держись. Батин коньяк. Что? Вы трогали мой коньяк? Ух, коньяк на месте. Ладно, мать, наваляй ей, а у меня футбол. А где спасибо? За что? За то, что слух не прочитала это. Клёво ты придумала в бутылку из-под коньяка чай налить. Спасибо. Ни тебе, ни мне, не нужен отцовский инфаркт. Субтитры сделал DimaTorzok